Генеральный спонсор места происшествия. Станция технического обслуживания. Сервискар. Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервискар. Весенняя. 54. Здравствуйте. В эфире первого городского проект места происшествия. Студия Алина Котрихова и сегодня в программе. Не пропустил, сбоку получил. Один человек получил травмы в ДТП на улице Ленина. Грозит пожизненное наказание. В 97-98 годах в преступное сообщество Прокоповские согласия Прокопкива добровольно вошли Перминов, Шишкин и Шулятьев, стар членами группы Коваленко. В Кировском областном суде назначили дату оглашения приговора в отношении криминального авторитета Прокопа. Деньги за крышу. По версии следствия вечером 20 октября 43-летний сотрудник полиции ОМВД по Верхнекамскому району получил от жителя города Кирс денежное средство в сумме 26 тысяч рублей. Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении замначальника уголовного розыска Верхнекамского района. Огонь из-под багажника. На улице Луганской камера зафиксировала, как загорелась иномарка на буксире. Один человек получил травмы в ДТП на улице Ленина. Там водитель Тойоты Королла столкнулся с джипом Чироки. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварии». Слово моему коллеге Сергею Пичугину. По данным ГИБДД, авария произошла в 3 часа дня на улице Ленина. Водитель Тойоты не пропустил внедорожник. Водитель автомобиля Тойота Королла, по предварительным данным, при выполнении левого поворота не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение со встречной автомашиной джип Чироки. В результате мужчина, управлявший Тойотой, получил ушибы, и госпитализация ему не потребовалась. Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем участникам дорожного движения о том, что при выполнении любого маневра, особенно поворота, либо разворота на перекрестке, водитель должен убедиться в безопасности и пропустить все транспортные средства, приближающиеся к нему навстречу. На перекрестке улиц Воровского и Карла Маркса столкнулись три автомобиля. «Мерседес скорой помощи», «Лада Гранта» и «Ниссан». Кадры аварии зафиксировал видеорегистратор очевидца. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, водитель служебного авто включил маяки и выехал на перекресток. Он понадеялся, что спецсигналы заметят все и его пропустят. Однако «Мерседес» врезался в «Гранту», а та задела «Ниссан». Сразу после аварии водитель «Лады» захотел поговорить с водителем скорой. Как выяснилось, несмотря на то, что водители обязаны уступить дорогу машине с проблесковыми маяками, скорее всего, виновным признает именно рулевого на машине скорой. Перед маневром он обязан был убедиться, что все участники движения видят его и уступают ему дорогу. На улице Павла Корчагина водитель фрейдлайнера хотел затормозить перед другим попутным грузовиком. Однако фуру занесло и на встречной полосе. Она врезалась в УАЗ. По данным ГИБДД, в этой аварии нет пострадавших. Еще одному водителю фуры не повезло в Белохолуницком районе. Машина с прицепом вылетела в кювет и опрокинулась. Информация о пострадавших уточняется. Сергей Пичугин, место происшествия. Прокупин, место происшествия. В 1997-1998 годах преступное сообщество Прокоповские согласия Прокопьева добровольно вошли Перминов, Шишкин и Шулятьев, став членами группы Коваленко. Сейчас Михаил Прокопьев обменяется в совершении восьми убийств, а также покушения на убийство еще троих человек. Следствие принципиально отказалось заключать с ним досудебное соглашение, которое могло смягчить наказание. На данный момент подсудимый признал свою вину. Оглашать приговор начнут 26 декабря. Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении замначальника уголовного розыска Верхнекамского района. 43-летнего Сергея Двоеглазова на взятке в 26 тысяч рублей поймали оперативники ФСБ. Известно, что предприниматель из города Кирс занимался деревообработкой и дал деньги майору полиции якобы за так называемую крышу. По версии следствия, вечером 20 октября 43-летний сотрудник полиции ОМВД по Верхнекамскому району получил от жителя города Кирс денежное средство в сумме 26 тысяч рублей. В ходе следствия обвиняемый признал свою вину полностью, раскаялся. Также он был уволен из органов внутренних дел. Сейчас дело направлено в прокуратуру. За получение взятки замначальник уголовного розыска Верхнекамского района грозит до 8 лет лишения свободы со штрафом почти 800 тысяч рублей. ЧП на ЖД-переезде с участием поезда «Вятка» зафиксировали камеры во Владимирской области. На съемке видно, что на путях застрял грузовик. До столкновения водитель успел выйти из машины и отошел на безопасное расстояние. По словам железнодорожников, машинист применил экстренное торможение. Никто из пассажиров поезда не пострадал. В поселке Ленгасово из горящего дома на улице Тургенева пожарные вынесли несколько газовых баллонов. В итоге взрыва удалось избежать. Также сотрудники МЧС вовремя потушили крышу дома и дощатую веранду, которые горели открытым огнем. Распространение пожара на соседние дома и постройки не произошло. В момент возгорания хозяйка дома находилась в комнате. Когда она увидела огонь, тут же бросилась собирать документы и личные вещи. А потом уже через окно выбралась на улицу из горящего дома. Причиной пожара послужила аварийная электропроводка на дощатой веранде. Михаил Вагин. Место происшествия. Впереди у нас короткая реклама. Не переключайтесь и смотрите далее. Голое нападение. Он вышел в это время голый, без парилок, и начал на меня нападать. Пытался меня из-за силы в это время. Кирово-Чепецкий районный суд вынес приговор 26-летнему Александру Летову. Классика жанров. Классика жанров, да. Вождение без прав, пьяный. Провинился перед мамой. А ты ее поздравил с днём рождения уже, да? Нет. Пьяный бесправник из Питера приехал в Киров, чтобы поздравить маму, но попался пьяным за рулем Мазды. Столкнулись три машины. На Октябрьском проспекте регистратор зафиксировал двойное ДТП. Продолжение следует... Кирово-Чепецкий районный суд вынес приговор 26-летнему Александру Летову. Напомним, в прошлом году в деревне Малый Канып он убил и закопал 53-летнего Юрия Демидова. Преступление было не раскрыто. Потерпевший был объявлен в федеральный розыск, а Летов испугался и в полицию обращаться не стал. Приехали сюда за грибами и решили стопить баню, чтобы в дальнейшем после грибов, после того, как наберём грибов, тут как раз сезон шёл маслят, после того, как наберём грибов, мы хотели помыться. По словам молодого человека, когда его 53-летний знакомый уже мылся, он пошёл за дровами, чтобы подтопить баню. Вернулся Александр с дровами и топором. В этот момент в предбаннике на него напал голый Демидов. Он вышел в это время голый, из парилки, и начал на меня нападать. Пытался меня изнасиловать в это время. И я схватился, что у меня под руку попалось, это был топор. После убийства Александр Летов решил скрыть следы преступления. Он выкопал яму в дровянике, потом попытался отрезать голову потерпевшему. Но это у него не получилось. В итоге он надел на голову потерпевшего пакет и потащил в яму. В данном месте я выкопал яму. И после того, как я выкопал яму, вернулся к Демидову. Отдел ему пакет на голову, чтобы не видеть его лицо. И за руки перетащил его в данное место и закопал. Сверху забросал дровами, затем переоделся, закрыл баню и уехал в Киров. 1 марта этого года, после задержания, в указанном им месте было обнаружено закопанное тело потерпевшего с признаками насильственной смерти. После проведения психофизиологического исследования с использованием полиграфа и ряда других следственных действий, Летов признался в совершении убийства Демидова. Летов хотел переквалифицировать статью. Якобы он убил Демидова в целях самообороны. Однако следователи собрали ряд неопровержимых доказательств. В итоге суд назначил Летову наказание 9 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Михаил Вагин, место происшествия. Сейчас мы прерваемся на короткую рекламу. Не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Классика жанра. Классика жанра, да. Вождение бесправ в пьяном виде. Провинился перед мамой. А ты ее поздравил с днем рождения уже, да? Нет. Пьяный бесправник из Питера приехал в Киров, чтобы поздравить маму, но попался пьяным за рулем Мазды. Бесплатные поездки на морозе. На улице Воровского очевидцы запечатлели экстремала Зацепера. В эфире проект Место происшествия и мы продолжаем выпуск. Сильно провинился перед мамой водитель Мазды в поселке Ленгасово. Молодой человек приехал из Санкт-Петербурга в Киров специально, чтобы поздравить свою мать с днем рождения. Впрочем, еще до праздника гость с друзьями бурно отметил возвращение на родину. Сначала он выпил, затем сел за руль Мазды. Его поймали сотрудники ППС. В итоге день рождения мама водителя наверняка отметила без сына. За пьяное вождение бесправ дают не менее 10 суток ареста. Исповедь нарушителя в сюжете Сергея Пичугина. Классика жанра. Классика жанра, да. Вождение бесправ, пьяный видит. Классическое задержание произошло в Ленгасово на улице Спортивной. После застолья друг Владимира попросил переставить машину. Я просто хотел машину переставить. И если бы я не начал морозить. Я просто сел в машину и начал уезжать от них. Хотя ему просто закрыли машину и уйти. Но что-то пошло не так. Владимира задержали сотрудники ППС. Как выяснилось, это произошло с ним не в первый раз. В 2014 году его ловили в Кирове. На классике ехал. Короче, здесь недалеко. Вот враг. В Кирове, да? Да, в своем Кирове. Тогда суд наказал молодого человека 10-ю сутками ареста. Владимир с грустью вспоминает дни, проведенные в неволе. А чем занимаются вот там, когда сидят там? Я просто не представляю. Чем там занимаются? Просто... Лежишь, спишь, сидишь. Вот так, просто на кровати целый день ты просто лежишь и все. Ничего, не развлечения еще. Какие там развлечения? Ты выходишь там раз в день погулять и все. По словам водителя, несмотря на все тяготы, в тюрьме есть и свои плюсы. Нет, книг есть. Да, книги есть. Много книг. Ну, если хочешь, можно найти книги. Я в прошлом году сидел... Ой, в 2014 году сидел, много книг прочитал. А что за книги? Ну, я читал детсовую, как бы. Владимир уже приготовился к очередному тюремному сроку, как вспомнил, то, зачем приехал из Питера в Киров. Поздравить маму с днем рождения. Но теперь, похоже, в ее праздник они даже не увидятся. Владимиру было весьма стыдно. Она знает, что тебе попался? Нет, пока не знает, но спит. А ты ее поздравил с днем рождения уже, да? Нет, еще не успел. У нее сегодня? Да, сегодня. Жесть. Ну, будем считать, что это будет отягчающее обстоятельство на суде. Прежде чем отправиться за решетку, водителю предстояла знакомая уже ему процедура. Давай. Еще, 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 еще. Достаточно? Достаточно. Цифры видишь какие? Допустимо, знаешь сколько? До 0,16 миллиграмм. Да, 0,7,7,7. Три семерки выпала. Так я говорю, блатные номера. Бинго. По словам Владимира, он сам противник пьяного вождения. После освобождения из тюрьмы молодой человек сначала извиниться и наконец-то поздравит свою маму. А потом обязательно выучится на права. Сергей Пичугин. Место происшествия. Спонсор рубрики видеорегистратор Клаб Уан. 23 декабря. Долгожданное открытие. Ночной клуб Клаб Уан. Девушкам вар бесплатно. Пролетарская, 17. На улице Луганской камера зафиксировала, как загорелась иномарка на буксире. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике видеорегистратор. На улице Луганской водитель иномарки устроил фаер-шоу. Судя по видео, иномарка ехала на буксире. Ее тащила за собой 14-я. К счастью, взрыва не произошло. Языки пламени из-под багажника заметил и водитель иномарки. Скорее всего, после этих вспышек он остановился. На Октябрьском проспекте регистратор зафиксировал двойное ДТП. На повторе видно, водитель 14-й притормозил. В него врезалась иномарка, которая потом выехала на соседнюю полосу, где в нее въехала Гранта. Автор видео надеется, что именно эти кадры помогут разобраться водителям в случае разногласий. На улице Менделеева водитель фургона сломал зеркало при паркованной ладе. Нарушитель даже не заметил, что сломал зеркало, он уехал с места происшествия. На улице Московской регистратор запечатлел сразу двух нарушителей. Водители грубо нарушили правила. На пешеходном переходе они не пропустили женщину с ребенком. На съемке видно, что водители даже не думали тормозить. Там же на улице Московской еще один водитель иномарки не пропустил пешехода. Впрочем, в этом случае нарушитель успел объехать человека. На улице Карла Маркса водитель иномарки не убедился в безопасности маневра и выехал на главную дорогу. Нарушителю крупно повезло. До удара оставались считанные сантиметры. В последний момент он успел проскочить. На улице Короленко автор видео был возмущен поведением водителя BMW X5, который перекрыл одностороннее движение и ушел по своим делам. Через несколько минут наглый водитель вернулся и продолжил путь. На улице Ленина под ледовый обстрел попала машина с камерой. На повторе видно, льдина лежала на встречной полосе и впоследствии выскочила из-под колеса иномарки. На улице Воровского очевидцы запечатлели экстремала Зацепера. Повторять такое точно нельзя. В любой момент рука молодого человека могла соскользнуть, и он оказался бы под колесами попутных машин. Также стоит отметить, что такие бесплатные поездки на морозе студенты делают не из-за того, что денег нет на проезд, а просто для острых ощущений. Михаил Вагин. Место происшествия. И это все на сегодня. Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или любительскую видеокамеру, присылайте видео на наш электронный ящик mpokerovsobaka.inbox.ru или звоните и сообщите по телефону 47-33-02. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте. Ну а на этом я с вами прощаюсь. В студии была Алина Котрихова. Берегите себя и своих близких. До встречи.